Доброе утро! В Евпатории сегодня очень насыщенный день. Народные избранники сегодня примут новые инициативы. Сегодня в городе будет состоится рейд. Мы проверим, насколько избавлен город, историческая часть города от рекламного мусора. Обязательно пройдем со специалистами в рейд. Ну и впереди нас ждет насыщенная программа предстоящего уикенда. Если, кстати, вы не придумали, чем вам заняться в эти выходные, обязательно приезжайте к нам. Ну, абсолютно точно, я уверена, я знаю, чем будет заниматься большая часть крымчан. В эту субботу, в 20.15, они будут у телевизора, поскольку будет очередная часть, очередная серия шоу «Таланты». И сегодня у нас в гостях наставник и участник шоу «Таланты» Оксана Трегуб и Армен Зелобян. Доброе утро! Доброе утро! Ждете новую серию? Интересно, что там будет дальше? Конечно, хочется посмотреть, какие участники, что за номера они подготовили и какая реакция будет, конечно же, членов жюри. На ваше выступление, на выступление ваших подопечных, какая была реакция членов жюри? Когда Армен появился на сцене, его встретили широкими улыбками и, конечно же, сначала был разговор. То есть некоторые где-то запускали сначала, смотрели номера, потом общались. С Арменом хотели сначала пообщаться, потом посмотрели номер и еще хотели поговорить, обсудить и выступление, и выбор песни. Мне всегда интересно, кто больше волнуется, наставник или сам участник? Ну, каждое выступление деток я волнуюсь, наверное, даже больше, чем когда я выступаю сама. Это очень... эмоции, которые нельзя с чем-то сравнить. А, Армен, ты помнишь, когда ты выходил на сцену, что ты чувствовал? Страшно было? Нет, мне не страшно было. Ты привык уже выступать? Да. С какой песней ты принял участие в шоу Таланты? Я в шоу Таланты принял песню «Ждет тебя грузин». Можешь сейчас нам хоть чуть-чуть исполнить? Да. Давай. Не волнуйся, сейчас жюри нет, сейчас все свои. Я позвонил прямо среди ночи, тебя назвал девочкой своей. Я прошептал, что скучаю очень, и попросил, приезжай скорей. Быстро собралась ты ко мне в дорогу, на ближайший рейс ты взяла билет. Но остановил пограничник строки, никакой любви, если визы нет. Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, ждет тебя грузин? Роман, молодец. Ты большой молодец. Я видела сейчас ваши глаза и представляю, что вы исполнили за кулисами. Какая была реакция жюри, что говорили? Ну, на жюри сидели не только мужчины, сидела девушка, окрошка. Она сама вокалистка и преподаватель. Конечно же, Армен преподнес ей цветы, потому что как в присутствии мужчины есть дамы, не преподнести розы. У нас была роза. Вот, и умилялись, интересовались выбором песни. Да, почему такая песня? Очень взрослая, очень грустная. Мы подошли. Грустная. Мы хотели немножко разбавить обстановку, потому что кто-то берет драматические вещи, серьезные. Кто-то берет детский репертуар. У Армена есть детские песни. Это шуточная. Она больше не конкурсная, а концертная. Такая шоу. Вот. Поэтому был такой выбор. В репертуаре есть детские песни, все нормально. Но здесь хотелось ее обыграть просто. Всегда интересно, знают ли дети, о чем эта песня? Нужно понимать, о чем песня, чтобы ее правильно исполнить? Конечно. Даже ребенку? Даже ребенку. Но мы ее преподносим со стороны детских взглядов. То есть, как на шоу Урганта, взгляд снизу. У них своя трактовка очень интересная. И Армен, вот я, честно говоря, думала, что он поет какой-нибудь своей подружке, эту песню посвящает. Но выяснилось, что он поет именно для крошки. Молодец. Правильно. Выбрал цель. Оксана, шоу «Таланты». Впервые принимаете участие в такого рода шоу в Крыму? В Крыму впервые оно проводится. Может, где-то в других городах? Нет. Это был опыт наш первый. И я хочу сказать, как для первого раза, это хороший такой старт. Как для нашего Арменчика, как и для других участников в Крыму. Это новый формат. Я не скажу, что это конкурс, когда мы приехали, распелись, вот жюри. Здесь немного все по-другому. Мне кажется, что такие шоу нужны. Нужны взрослым или нужны детям? Ведь для детей это, наверное, стресс большой. Или они не очень серьезно к этому относятся? Мне кажется, они относятся к этому как к конкурсу. Возможно, дети подростки, возможно, там где-то есть волнение и уже какое-то осмысливание этого всего процесса. А если мы говорим про деток, для них это больше как концерт очередной. Эти шоу нужны для того, чтобы прочувствовать атмосферу съемки, я думаю, больше. Потому что здесь есть рамки все равно определенные. И живое общение, которое идет в процессе. И со стороны ты можешь потом посмотреть в программе, что было так, а что было не так. Ничего не искажает? Все как есть? Выбирает лучшие моменты? Да, мне понравилось то, что оставили. Мы-то видели от начала до конца процесс. Мне понравилось. На самом деле очень грамотно. И глядя на других участников, интересно, все равно не то, чтобы сравнить, как другие выступали, какая нарезка будет этого всего. Всех участников показывают в очень приятном свете. Это, наверное, огромный плюс. И, наверное, спасибо редакторам, тем людям, которые формируют команде. Одно дело, когда смотришь на такие конкурсы по телевизору со стороны, и там ты переживаешь. А другое дело, когда ты внутри находишься. Ваши впечатления об организации этого телепроекта? Ну и, собственно... Мне понравилось. Очень внимательно. Каждому участнику. То есть нельзя сказать, что кому-то особое внимание. Несколько раз подходили. Брали интервью у ребенка. Причем как на отборочном этапе, так и во время самого съемочного процесса. То есть как-то стараются каждому дать чуточку тепла. И даже если какое-то время задержки, то есть ожидания, все равно пытаются детей вовлечь в процесс, чтобы они не скучали. Такой интересный момент. На бэкстейже есть везде и камеры, то есть съемка ведется, и экраны. То есть мы видим на бэкстейже, что происходит на сцене, как выступают участники. Мне кажется, для детей это важно смотреть и видеть, как ведет себя другой ребенок на сцене. Что происходит, что могут спросить. И что во время этого переживания может ребенок выдать. Для меня как преподавателя вот это важно. То есть спросить могут что угодно, потому что вопросы не повторялись деткам. Оксана, этот конкурс впервые, как я уже говорила, проводится в телевизионном формате в Крыму. Как вы считаете, насколько они в принципе важны? И что после этого преподаватель выносит, и ребенок выносит, какой багаж, и где потом его можно применить? Это опыт. В первую очередь, наверное, даже не для нашей музыкальной сферы, опыт ребенку, а в жизни. Как он среагирует на людей, которых он впервые увидит. Или какая ситуация сложится. Могло произойти же что угодно. Поэтому это развитие в первую очередь. Слава Богу, ничего плохого не произошло, только хорошее. Давайте все вместе посмотрим очередную серию в эту субботу, в 20.15 на канале Первый Крымский. Обязательно будем болеть, в том числе и за наших епаторийских участников. Это была Евпатория. Доброе утро. Все вместе. Продолжение следует...